Субтитры сделал DimaTorzok Так, а садоводам могу только порекомендовать Привезти все три ваших книги Сегодня у меня событие было Сегодня приехали две семьи Так, первая наотрез, не куплю книгу А вторая, я даже не ожидал Вот, говорит, давайте какую А вот ту самую дорогую за полторы И купил, после чего я расчеркнулся Отвозвал их дочь, ну взрослая, но девушка Сколько она ведь? 20-25 И сегодня или завтра выйдет Фильм все участия Я выйдал по саду, рассказывал и говорил Сейчас позже, как зовут Полина Я говорю, Полина, ваша задача У вас в белом яре Этого зябакана Взять и вырастить Сразу, не только вот Как родители купили Саженцев А взять и сразу заложить Батыши сад Как? Ну и рассказал эту историю Ее уже многие знают Весной сажаю 500 саженцев Эти выкопали из леса Вот, привая их за столом Сажаю осенью в моем распоряжении 500 Ну я там, может, несколько минус Около 500 саженцев И продавал Это все-таки был 2006 год И продавал их По 500 рублей Это как сейчас Тысяча полторы Да, вот, примерно И у меня в кармане Погорелся, оказалось Сетует миллион Вот, так вот Я использовал ее Чтобы всем вам советовать Быстренько, быстренько Мы, наша команда Должна захватить рынок И выдержали просто так захватить Почему? Чуть ниже расскажу Там есть конкретный пример Так Можете мой отзыв всем показать Именно все книги нужно приобрести И почитать Так как они дополняют друг друга И после их просеивания Информация раскладывается В голове по полочкам Вот этих двух книг Бумажных уже нет Курдиумов и железа Так Вот это моя личная книга Ее уже нет Их можно приобрести В электронном виде Но вот это никто не покупает В электронном виде В голову не приходит Вот это иногда покупает Отседем Одно месяц Пока так А те две книги Которые Живьё Ну я их не приготовил Не приготовил Вот 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 я здесь Да Вот я как этот Сергей торговец Я подхожу Я подхожу К такой Несказ Купите Потому что Где в это время Зарабатывать можно На чем Так Ладно Я ответил еще на один вопрос Почему Меня спросили А можно ли в электронном виде Вот Можно эту Можно эту Можно и Записки в электронном виде Книгу Вот Но еще и бумажная И последняя книга Я же говорил Полторы тысячи Только бумажная Электронная Не будет еще год или два Так На вопрос ответил Как вы правы Пишет Албина Большое спасибо За откровенность За честность И мужество За то Что вы нас просвещаете Нас Несказать садоводом И хоть начинаешь Понемногу В чем причина наших ошибок С деревьями Начитавшись Купленных книг Купленных книг Не миллионы Десятки Сотни миллионов Наобрезалось Неистово На кольцо И теперь Болью смотрю Болью смотрю На свои Искалеченные деревья Которые медленно Начали умирать Вот Желаю успехов Здоровья Абакан Альбина Ну и все Первое буду Сажать Ваши садницы По заказу Так вот Абакан Центр Страшного Я даже Уже Называю Не эпидемию А пандемия Именно яблонь А мне все Говорят А почему Ваш Саду Яблонь Не умерли У всех Соседей умерли Ответ Простой Страшная Вещь Вот эта Обрезка На кольцо Вот это Вот А она Теперь знает Что это Уже Только Потеряв Сад И Получается Опять С нуля Идем Дальше Только Федорова Вот Ну Посмотрел На фребинар И что Пишем То есть Ну да Фребинар Это же Метод Парас Дорогой Валерий Разветил И все Это делается Специально Умышленно Все Это Видно И Уже На Умышленно Жильзов Отвечает Я был Крупнейшим Питомником России Не буду Называть И буду Называть Несколько Очень Хорош Известок Я Промерил Вот Я сидел С ними За ним Солом Мы Пили Дорогое Это Коньяк И Шампанское Честь Моя часть Это Было Устроено Да Вот Я Читал Пусть Не Часами Но Все Такие Лекции Читал Потом Когда Я приехал Второй Раз И На слез Его проводили Мои Друзья Так Вот Этот слез И меня пригласили Тут В качестве Главного Главного Ну Из 16 18 18 Муниатарь Главный Так Вот Из Этого Хада Хотя Это Было Фактически Для них Осталось Не пришел Ни один Я Тихо Разнал Всех Лицо За одним Солом Сидели С одной Бутылки Наливали Никто Не пришел Им Они Живут Вообще В другом Мире Я вот Сейчас Объясняю Логи Федоров В чем Причина Что Такое Умысленно Они Умысленно Гробят Саженцы Потому Что Им Варят Или Гробить Или Не Иметь А Это Значит Что Они Выбрали Вот Если Специально Есть Где-то Огромная Фирма Какие-то Специализированные Куда входят Крупные Чиновники Которые Ради того Чтобы Мы Все Покупали Зарубля Особенно Фрукты Им Надо Чтобы Не Было С Вашими Фрукты Эти Бизнес Это Миллиарды Да Думайте Это Так Наверное Так Другой Старом Это Вот Эти Специально А Вы Думаете Так Вот Как Вы Ольга Подумали А Вот Они Сейчас Вот Эти Мертворожденные Я Сейчас Расшифрую Вот Эти Мертворожденные Они Сейчас Продадут Люди Купят Все Погубят Они Похихикают Потому Что Там Есть Агент И Засланный Эти Кто Хочет Чтобы Покупали Нет Это Чисто Русская Бардак Хотел Применеть Более Грубо Слово Вы Сюда Вот Сюда В этот раз Поподробнее Почему Я не хочу Чтобы Вы Попадались Не Хочу Не Хочу Усмотрите Я Уже Раз Показывал Но Я Не Нас Получил Так Письмо Там У них Было Так Я Подробнее Я Познакомился С Китайцем Выращивали Значит По двое По двое Крупное Вот У меня Каким-то Эти Бригадиров Знакомили Вылыбались Друг друга Он По-русски Не был Я По-китайски Не был Это Было А Прямо Эти Веточки Были Вот Такие Вот Справа А по двое Вот такие Потом Я Подробно Объясняю Потому Что Я Сам Пытался Их Переучить Я Пытался Но это уже Другая тема Как Переучивал Смотрите Но к сожалению Вы узнаете Позже Когда вам Пришлют Видели Видели Вот А вот так Посмотреть Все нормально Да А вот так С этой стороны Вообще Идеально Вот эта Сорона Прилипает Прирастает Вот Это я Делал Это Как бы Компиляция Моя Вот смотрите Внимательно Сколько Приходится Отвязать И вы знаете Приживаются Мне вот Это шокировало Я спросил Бригадира Какой процент Переживаемости Он сказал Мне С точностью До одной 86% А у меня Избирательная память Я запомнил Довольно Высокий Процент Только потом Возвращая Турану Куда Девать Вот Теперь Работка Смотрите Еще Так И так И поступает Вот Ладно Это уже Другая Тема Мы возвращаемся Вот сюда И Внимание Посмотрите Я Ничего Не Приверись Это Их Ясик Это Я Фотографировал Их Ясик Приверись Внимательно Там Где Близь Пленка Вы Эту Жуть Видите Я Покажу А Они Приживаются И поступают В продаже То есть Вам Кто-то Должен Был Сказать Ну Внимание Приверись Снимать Страшные Раны Я же не Выдывал Здесь Смотрите Вот Если Рассмотрите Вот Здесь Смотрите Вот Здесь Смотрите Посмотрите Сюда Вот Толстый 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 Бах Переход И Это Все Обречено На Несколько Лет Болезни Или Сразу Умирает Или За Несколько А что-то Идет На сотни Тысяч Вы бы Видели Кто-то Видел Я Вот Поняли Да Но Это Потом И Я потом Ниже Покажу Еще Не Выдержу Немножко Покажу Пару Пару Из Моей Командировки В Базу Когда Меня Солидный Человек Директор Этого Самого Завода Начальник Особого Цеха Производства Лечебных Написков Который Набрался Наглости Чтобы Вырастить В Абазе В горах Самая Контовая Сибирь Настоящий Круптовый Сад И И Вот Так Подставили Но Это Будет Ниже Я Где-то Повторяюсь Но Я надеюсь Что Люди Меняются Постепенно Где Тех Кто Со мной Общался Три Сорок Уходи 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 Куда Уходили Догадываетесь Вот Анна Скорая Внимание Сейчас Мы Цитируем Нам Еще Написло Поверь Неудачь Ну Представляете Как Называется Перехоти Поле Тем Не менее Вот Фотография Любуйтесь Посмотрите На этих Ребятишек Посмотрите Посадка Как Делаются Видели Познаете Теперь Я Не буду Знать Сейчас Я Потом Почитаю Горькое Письмо Вот Это Посмотрите Ребята Позируют Ну посмотрите Они же ломаются Это не Тягость Это не Каторга Привезите Тележку И посадить Привезет Сейчас Досяли Письмо Ну Неплохой Верик Отсели Здравствуйте А Это Кемерово Это Школа За номером 70 Хочется Скрип Он В школе Сат Растет За это Время Проведалось Передиректор Ему Дописать Что Происходило И Теперь Руководство Выразил Завание Продолжать Нашу работу У Антонины Она проводила Лекции В классах Ее слушали Она провела Огромное количество Времени Она рассказывала Все что я вам рассказываю Это одна из моих Лучших учениц А потом А потом Хотели Отнести В идею В стороночку И летняя Это мы придумали Там Иванова Петрова Сидорова Ну понимаете Вот это было Ну а как же Резина готова Теперь так Итак Новое руководство Сегодня Рассадили Напося На месту Школку Вы поймете Это письмо Которое Все это Разъясняет Начинали С пятыми Классами А на фото Посмотрите Как вымахали Эти ребята Принимали Участие В наших Мероприятиях Хотя редко Кто из них Преучен труду Вот эта праза Меня покоробила Осень покоробила Страшно Покоробила Топрада Ни лопату Долгом Держать Име Телегри Вы теперь Поняли Для чего Нужна Новая Садоводство В школе Новая Школьная Программа Хватит Херней Заниматься Сколько Я показывал Дебильные Учебники Базовые Дебильные Кроме Ненависи Ничего Не вызывает Вот Тоня Спасибо За это Письмо Ни лопату Толком Мерять Не Не Лейкой Полить Хотя С воздуха Вспомнит Кое Что Из Приобретенных Навыков Самое Главное Прохлупить И вот Самое Трудное Позади Пусть Соток Пять Садов Более Сорока В прошлом году Все было Погрызено Мышами Больше Часть Отросла В эту зиму Мыши почти Не трогали Будем Наски Дальше Когда Мыши Трогают Что Получается Смотрите Что Получается Вот Такие Это Сразу Переход На Кустарную Форму Но Эта Тема Уже Другая Просто Обратите Внимание Пусть Мышей Они Не Гибнут Это Сельси Моих Абрикосов Вот Кемерово Просто Прибели Теперь Кустарную Форму Они Неубиваемые Они Вечные Только Приспособления Помните В общем Письмо Кустарная Форма Это Замена Когда Совсем Совершенно Некомфортно Дерево Обмерзает Спасается Врагов Сколько Спасается С помощью Кустарниковой Формы В эту зиму Мыши почти Не трогали Будем Раз Всегда Спасибо Тони Так Вот Сейчас Я вам Про все Скажу Рэй Константинович Это Заволга Вы Стучитесь Не туда В скобках Министерства Власти То есть Да Я Пытаюсь Засучаться До Министерства До Властей Это Может Быть Власть Допустим Города Области Должен Найти Когда-то Хотя Бо Один Я-то Не Нашелся Но Я не знаю Который Должен Сказать Нахрена Нам Это Деревья Берите Тихоросы Хватит Дурью Мается Где Эти Деньги Можно На Ремонт Дорог Потратить Это Немало Миллионы Миллиарда Деревья Берут По всей стране Вот Куда Я Сучусь Последи Дерево Которое Было В городе В прошлом году Меня так Похоронило Ребенка Раздавил Наш Кто-то Это Дерево Посадил Оно Изначально Было Обречено Упасть Потому Что Для этого Никто А Люди Есть Все Кто Сейчас Занимается Если Таким Называется Отделы Или Отдельные Специалисты В каждом Горде В каждом Административном Учреждении Или Это Специалисты Отдельные Или Это Целые С этим Со своими Транспортом Или Это Жеки Которые За наши Деньги Занимаются Херней А потом Эта Херня Падает На голову Вот Да Случался И буду Случаться Дальше Еще Про много Еще И вот Мне пишут Нужно Идти в школу Убеждать Директора Школы Преподавателя Биологии Вот Открыть Кружки Которые Вы сможете Выководить Ну Тони Спасибо Вы хотя бы Один Кружок Я Второй Я Набрал Знаете Количество Школ В России Знаете Что там Было 50 тысяч 50 50 тысяч Мне На 50 тысяч Разорваться Я В одной Школе Буду Работать И Еще Могут И Пусти Туда Вот Потому Что Это Не Поправляю Ну Ладно Зарезался Ну Ладно Зарезался Сейчас Распросить Одну Сотку И Вот Я В течение Остаток Жизни Я Девят Скорее Еще Надеюсь Прожить Занимаюсь Пятю Десять Детей И Пять Десять Это Все Так Же Будет Дерьмо В Завалено Все Этими Импортами 40 Обработок Представляете 40 Обработок И Мы Это Все Жрем Ужас Какой Это Еще Невкусно Непало Цена Все Снимается Зеленым Дороги Дозревает Но Уже Без Солнца Вы Понимаете Что Дворится И Бывало За Волга Кто Это Фамилия Имя Не важно Вот Вы За Волга Ну Пойдите Вы В вашу Школу Где-то Вы Живете В каком Теборде Убедите Директор Школы Во-первых Оказывается Непросто Во-вторых Ну Откройте Кру Ведь Вы Вот Мы Здесь Вы Все Это Что Я Знаю Вы Знаете Теперь Сразницы Нет Между Нами Я Открыть Я Сказал Сотни Примеров Тысяч Открыл Много Законов Все Теперь Это Настолько Просто Главное Легко Не Режь Не Трожь Не Копай А Вы Меня Позвали Я Сядь Подушков И Потрачу Ну Дохожу Я Здесь Будет Великолепно Еще Один Такая Сад Как Мой Сад Открыть Сегодня Был Машины За Сад И Обоих Вадил Посад Я Другой Год Не Будет Заморзка Через Три Пять Дни А Те Которые Будут Позже Наоборот Они Раскроются За Цветут Один Год У Одни Плоды Другой Другие И Это Рассказывают Подробно Рассказывают Один Наполел Второй Теперь Второй Первый Плодить Не Может И Не Будет Этого Извинили Физиология Тогда Нужен Саму Третий Пополел Второй А Третий Кто Плодит Четвертый А Четвертый Первый Плодит Круг Забнулся Но Даже Из этой Цепочки Выпадет Из Замаска И Все И Пустые Вот Так Я Рассказывал Всего Ребятку Там 20 25 Лет Для Меня Ребятка Вот Так Понимаете Это Уже Все Есть Можно Открыть Для Телевидения Собирается Ко Мне Снова Приехать Считайте Огромная Работа Была Столько Была Съемок А Ничего Не Показали Вот Продать Не Могли Вот Федеральный Канал Не Знаю То Федеральный Канал Сказался Железом Смотреть Нельзя Отказывался От Это Там Как Отрезал И тут Запрыскал Отрезал Замазал А Железом Говорит Отрезать Не Надо Тогда С ним Каши Не Смаришь Железом Не Получится Продать Эти Самые Блакончики Бесконечные Посмотрите Телеканалы Там Только Это Все Основанно На Эта Реклама Очень Еще Подня Все Подгонят А у меня Все Есть И Не Надо Еще Эти Школы Еще Один Кружок Один Сходите Погода Если Там Было Среди Их Меч Шанс Окол Нуля Остальные 29 Нет Остальные 49 999 Школ Кто Туда Пойдет Вы Мне Посоветовали А Вы Мне Как Чтобы Меня Возбудить Что Вы Написали Убеждать Директор Школы Преподавателя Биологии Открыть Кружки А Он Дурак Дураком Я Умный Ну Практически Садался Он Не Знать Не Может Этого Знать Среди Нас Нет Преподавателя Биологии Те Несколько Ты Что Я За 20 Свет Усил Их Нет Ни Одного Очень Страшно Тем более Действующие Скоро Скоро Школиками Работы Антонина Скокера Она С Остальные Пришла Не пускали Погода Она Представитель Комитета Ветерана Попробуй Ее Пошли Она Пробилась Практически Регулярно Работать Практически Попаяться Сады В школах Чего Они Паяются Одной Коярис Крупного Дереха Крупный Садик Знаете Как Затраты Нас Просадить Там Самое Главное Не Только Просадить Сохранить Это Страшнее Сергей Высаживал По окрестностям Тут же Выкапывали Когда Сами Дети Вырастут Они Будут Беречь Где Эти Кто Их Детей Когда Они Возьмут Эти же Самые У меня Тысячи Косочек Сейчас Раскрывается И Большая Очередь Своей Стоит Никому Не дадут Уничтожить Да Не дадут Но Дело В том Что Нету Сейчас Этих Детей И Боюсь Никогда Не Буду Сейчас Я Вот видите Когда Проходит Через руки Ну как Он Какой-то Человек Который Меня Что Он вроде бы От души Говорит Вот я Пойду В школу И Все Сейчас Вырасту То что Я вырастил У себя В саду Это уже Не считается Начинаем С косточек И через 5-10 Детей Будет Великолепный Сад В одной Школе Читать Учебники Укреплита Полезно На живой Диалог Более Полезно Вот Мой живой Диалог С вами Как Вы Заволок А теперь Еще Что Скажу Вот Ну Вначале Это моя Сразу Реакция Была Как Вы Наивны Мне Надо Размножить 50 тысяч Раз Или Разорвать На 50 тысяч Кусков Итак Уссабаканский Район Я Ничего Не Помню Еще Помню Потому Что Фильм Был А Рядом Со мной В моем Квартире Сидел Человек Который Рассказывает Он Вырастил Сад По Железу Из Моих Этих Он Вырастил Небольшой Питомник И решил Продать Ну Сами Знаете Я Худо Бедно Раскручив Ничего У него Никто Не Покупал Вот Так Вот И Он Откровенный Мужик Он Так Что Я Пошел Предложить Школе Подарить Директор Его Послал Он Сказал Мы Не Будем Это Выращивать Мы Не Имеем Права А Как Золот Слушай Это Человек Который Сидел Напротив Меня И Все Это Рассказывал С Горячью Я Не Знаю Куда Дел Саренц Не Знаю Сколько Саренц У нас Был Такой Бельтяевский У него Саренцы Не Покупали Они Росли Три Метра На Таком Расстоянии И Он Это Все Срубил Я Не Знаю Куда Дел Бодно Саренцы Которые У него Не Оплатили А просто Сказали Мы Купим И Не Приехали И Они Перешли Наверное Тоже Топор Сергей Железов Тоже Топор Ну Не Топор А Выкапал Большие Косты Разводил Вот А Директор Послал Моего друга Этого Послал Все Это Было Горько Но Я Хочу Чтобы Люди Знали Правду Я Хочу Чтобы Однажды А то Другая Министерство Что Я Туда Лезу Я Лезу И Буду Лезть Только Вот Так С вашей Повощью А Вдруг Вы Внучатый Племянник Того Министра А А Вдруг А Вдруг Вы Скажете Дедуль Обрати Внимание Ведь Сколько Нам Отрав Жрать Твоё Твоё Хозяйство Это Которое Вы Ничего Дивидим Не дали У нас Разорвана Цепочка Есть Учреждение Выпускает Неегодных Этих Студенты Выходят С дипломами Которыми Сразу Вы Гвозит В туалете Все равно Толку Нет Научно-сельские Институты Что-то Производят Потом Смотришь Фотография Железа Ну Своё-то Где Зачем Такой Огромный Коллектив Работал Пусть Нищи Нищие Зарплаты Нищий Бюджет Ничего Это И не Развернешься Сделайте Тогда Так Чтобы Два раза Меньше Ученых Два раза Больше Зарплат